Всем привет! Вы смотрите уже десятую, юбилейную, почти еженедельную подборку ранкнутых карт. Надеюсь, карты, которые я подобрала, вам понравятся. Приятного просмотра! Начнем мы этот выпуск с карты под трек из Гиншина. Внезапно. Предыстория. Есть некая команда энтузиастов, которые зовут себя Осу Арклейн Импакт. Это люди, которые играют и в Гиншин, и в Осу. И вот в честь того, что Гиншину в этом году, 28 сентября, исполнилось 2 года, была создана эта карта. Они попросили музыканта Винксиса сделать кавер на один из треков Гиншина в его стиле. Пригласили художника для создания сториборда и маппера, который ее и замапал. Субмитнута карта была 30 сентября, а ранкнута всего лишь несколько дней назад. Трек звучит очень круто, как по мне. У него есть много дифф, и он замапан почти во всех режимах игры. У этой команды есть целый сайт, где они предлагают помимо этой карты взглянуть и на другие карты под треки из Гиншина, которые также создавались людьми из этой команды. И среди них есть даже два марафона. Ссылку на этот сайт я оставлю в описании под видео, где вы сможете скачать любые понравившиеся вам карты. А эта карта привлекла меня своими необычными паттернами и сменой делителей. Люблю, когда в карте есть одна четвертая и одна третья. Насчет паттернов, из необычного это диагональный слайдер через весь экран и паттерны из слайдеров в начале второго киая, которые весьма неплохо отражают определенный момент в треке. Также здесь неплохой вокал, который весьма приятно звучит. Поэтому, может быть, кто-то из вас и добавит этот трек в свой музыкальный плейлист. Субтитры создавал DimaTorzok Это фингерконтрольная карта, в которой с пейсингом маппер очень хорошо обыграл интенсивность трека в тех или иных моментах. У карты несколько дифф, так что она подойдет игроку любого уровня. Также тут очень приятный женский вокал, который хорошо сочетается с синтом на фоне. В целом, этот трек звучит приятно и успокаивающе. Поэтому, если вам нравится подобная музыка, думаю, вы будете рады сыграть эту карту. А это еще одна фингерконтрольная карта, но уже более длинная и всего лишь с одной пятизвездочной диффой. В ней есть стримы и берсты со скоростью 175 бп. И также не всегда удобные джампы, которые идут по флоу. Скорее всего, из-за таких паттернов карта не будет приятно играться. Но больше всего мне не понравилось то, что тут есть овермапнутые берсты и стримы. Сам трек, несмотря на то, что он длинный, как по мне, звучит весьма однообразно, так как в нем много повторяющихся партов и почти постоянный фоновый синт. За счет этого он ощущается трансово, но я лично не стала бы относить это к минусам, так как в последнее время люблю такую музыку. Ну и напоследок, мой любимый Найткор и Олдмаппинг. А вернее, закос под него. Почему-то под Найткор музыку повелось мапать Олдмаппнутые карты. Может потому что раньше, когда Оса только начинала свое развитие, в ней часто маппали Найткор музыку. В любом случае, я люблю такой тип треков и поэтому не могла пройти мимо этой карты. Играется она, конечно, своеобразно за счет особенного маппинга. Вся карта состоит только из полностью вертикальных, горизонтальных и повернутых на 45 градусов слайдеров. А еще тут есть парт в одной третий. Это ли не шедевр? Что ж, а на этом у меня все. Спасибо большое вам за просмотр. Будьте счастливы, любите геншин, ой, то есть любите жизнь и мир вам. Спасибо.